Итак, как заменить фильтр на BANECO P340? Для того, чтобы это сделать, нам... Смотрите, я сейчас включаю. У меня вот здесь горит красным цветом. Означает, что фильтр необходимо заменить. И этот фильтр уже свой ресурс исчерпал. Выключаю. Выключаю очиститель. Открываю эту крышку. Просто за бока, с двух сторон. На себя тяну. Здесь вот сверху. И она спокойно не открывается. Далее. Мне необходимо извлечь вот эту решеточку. И ее промыть. Я ее уже промыл. Вот так я ее промывал. И грязи здесь было много. Теперь необходимо вытащить вот этот фильтр. Берем сверху вот за такую штучку. Тянем на себя. Он легко вытаскивается. Вот он весь у нас в пыли. Аккуратненько его можно в пакетик. Ну, он уже весь пыльный. Значит, здесь угольный фильтр он у нас. Просто откладываем его в сторону. Далее берем наш новый фильтр. Вот такой он. Я заказывал на официальном сайте. Можете заказать на Озоне. Честно говоря, в следующий раз буду заказывать на Озоне. Потому что на официальном сайте было с получением большие проблемы. Да и стоит он дороже, чем на Озоне. Даже на 300 рублей. Открываем наш новый фильтр. Самое главное смотреть, чтобы был P340. Подходил для вашего. Вот он называется А341. Для P340 очиститель. Значит, здесь смотрим тоже. Если у нас есть по периметру какой-то мусор, можно его убрать. Можно вот это все на самом деле протереть тряпочкой. Ну, ладно. Я это позже протру. Сейчас покажу вам, как основное действие выполняется. Достаем наш фильтр. Вот такой он. Посмотрите, какая разница по загрязнению. Достаем его. Просто вырываем поток. Смотрим, чтобы вверху было написано ТОП. Это значит вверх. Соответственно, вот так. Никакой обратной стороной. Ну вот, посмотрите. Еще раз. Насколько это старый фильтр, это новый фильтр. Почему нужно менять фильтр? Да. Так. Теперь просто так же берем и вставляем его. Сначала низ ставим. Теперь вверх. Раз. Два. Все. Он у нас отлично там стоит. После чего нам необходимо уже поставить вот эту нашу решеточку. Ее ставим следующей стороной. Вверху написано. Будет вам видно или нет. Фронт. Видите, написано фронт. То же, чтобы было написано вот так. Не внизу это было, а вверху. И теперь вставляем сначала низ. Вот так ее чуть-чуть выгибаем. Теперь вставляем вверх. Все. Поставили. Теперь закрываем эту переднюю крышку. И включаем наш фильтр. Видите, красная лампочка продолжает гореть, хотя мы заменили фильтр. Что сделать? Нам нужно нажать на кнопку включения и удержать ее в течение пяти секунд. Зажимаем. Удерживаем. Все. Происходит обнуление счетчика. И видите, красная лампочка тухнет. Теперь счетчик начал заново считать, сколько пропустил воздуха через себя этот очиститель. И он у вас теперь прослужит еще какое-то время. Мне фильтра хватило на полгода. Но у меня полгода, честно говоря, полностью на максимальном режиме очистительную работу. Продолжение следует.